А сейчас к самому резонансному событию недели. Беларусь красиво и символично вступает в большую шанхайскую семью. В Пекине у здания секретариата ШОС поднят белорусский флаг. Генеральный секретарь организации, министр иностранных дел Беларуси сделали это рука об руку, как и проходим путь в ШОС. Виктория Сенкевич следила за церемонией и передает главные акценты сказанного. Мир меняется в цене сегодня безопасности и уважения к многообразию. Эти принципы заложены в деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь расширила географию организации и со своей стороны обещает сделать все, чтобы голос ШОС на мировой арене звучал еще более весомо. Беларусь и Шанхайская организация сотрудничества давно взаимодействуют продуктивно. С 2010 года мы партнер по диалогу, с 2015 уже в статусе наблюдателя. И вот сегодня с гордостью видим наш белорусский флаг в дружной шанхайской семье. Вообще Беларусь поднимает множество важных инициатив в рамках организации и нынче под председательством Китая. Шанхайская уже десятка обещает ускорить локомотив. С 2022 оперативно, как было отмечено в Астане, мы провели все процедуры по вступлению в организацию. Отныне Минск часть большой шанхайской семьи, где слышат голос каждого, уважают историю, культуру и народы. В секретариате ШОС в Пекине к торжественной церемонии поднятия флага Беларуси все готово. Прибывает министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков. А сегодня о значении вступления Беларуси в ШОС с генсеком организации говорят уже в здании секретариата в Пекине. Господин Джан Мин обращает внимание, что за спиной министра уже размещен белорусский флаг. В ответ благодарность за ту работу организации, которая позволила Беларуси меньше чем за два года провести все процедуры по вступлению. В наших ближайших планах назначение координатора по работе с ШОС и активное взаимодействие, ведь мир ускоряется. Отмечу, общение сегодня снова вышло за рамки запланированного протоколом времени, что здесь случается не часто, но значит есть что обсудить. В секретариат ШОС прибывают послы стран десятки, и так исторический день. Теремония поднятия флага Беларуси перед зданием секретариата Шанхайской организации сотрудничества. Звучат гимны ШОС, Китая и нашей страны. По протоколу флаг Республики Беларусь поднимают вместе генсек ШОС и глава МИД Беларуси. Символично. В нашей стране и шанхайской организации предстоит работа рука об руку. Вступление Беларуси – очередная важная веха в истории ШОС. Беларусь, как страна с богатым историческим наследием и уникальным культурным очарованием, всегда являлась важным игроком на международной арене. Присоединение Беларуси к ШОС не только укрепит нашу организацию, но и придаст новый импульс сотрудничеству между государствами-членами. Мы высоко ценим доверие и признание ШОС со стороны Беларуси и в полной мере отмечаем ее активный вклад в укрепление стабильности и развитие региона. ШОС для нашей страны – это не просто одна из международных структур. Это стратегическая перспектива. ШОС – это новая безопасность, подлинная, неделимая, ненаправленная против кого-то. И мы будем ее крепить в духе инициативы президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. На Астанинском саммите глава нашего государства пригласил страны ШОС подключиться к подготовке евразийской хартии к многообразию и многополярности в 21 веке. ШОС – это и новая экономика, которую страны-члены строят на принципах партнерства, взаимной выгоды и устойчивого развития. С 5 июля Китай – председатель в Шанхайской организации сотрудничества. Как прозвучало сегодня, мир вступает в новую фазу турбулентности и трансформации. ШОС должна взять на себя ответственность за поддержание безопасности. На днях на саммите в Астане председатель Си Цзиньпинь инициировал создание общего дома на пространстве ШОС ради сплоченности и доверия, мира и безопасности, процветания и развития, добрососедства и дружбы, равноправия и справедливости. Председатель Си Цзиньпинь и главы других государств ШОС вышли на новые договоренности и наметили новые планы по всестороннему продвижению многопланового сотрудничества в пользу развития и процветания стран-участниц, а также обеспечению международного равноправия и стабильности. Итак, Беларусь отныне член большой шанхайской семьи, а семью мы, Беларуси, привыкли звать в гости. По приглашению нашего президента ждем всех на Днях национальных культур стран ШОС на Славянском базаре в Витебске. А евразийскую безопасность обсудим в Минске в формате глав МИД стран-членов и секретариата ШОС 31 октября-1 ноября. Мир меняется. И, как красиво сказано было сегодня в Пекине, солнце встает на востоке в прямом и в переносном смыслах. Виктория Сенкевич, Анзор Тужаев, агентство теленовостей.